Всем привет! История дореволюционной России знает немало случаев, когда преступники объединялись, организуя самые настоящие банды, занимавшиеся, как правило, грабежами и разбоями, оставляя при этом трупы. Практически за каждой такой бандой, согласно архивным сведениям, числились многочисленные убийства. После распада Российской империи количество преступных групп только увеличилось. Те, кто до революции работал и не собирался связываться с криминалом, вдруг перешли на сторону зла. Так было и с Иваном Кузнецовым, родным старшим братом налётчика Яшки Кузнецова, более известным под фамилией Кошельков, который прославился тем, что в 1919 году остановил автомобиль, в котором ехал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин и высадил его на тротуар, отобрав у него машину. Стоит отметить, что в это время Иван Кузнецов уже был не менее известным бандитом в Петрограде под прозвищем Чугун. Но именно Яшка с малолетства продолжал дело их отца, торговца мясом и грабителя, которого осудили к бессрочной ссылке в Сибирь. Иван же присоединится к преступному миру позже, уже в довольно зрелом возрасте. Пока Яков отбывал ещё в царской России свой срок за преступление, Иван работал на скотобойне, зарабатывая на хлеб тем, что резал крупный рогатый скот. Как говорили затем его подельники, Иван был очень сильным человеком и жестоким. Например, как он им рассказывал, свои удары руками он тренировал на быках, стараясь с нескольких ударов свалить животное с ног. Бил кулаком в голову. Так бы, возможно, и прожил всю жизнь, являясь законопослушным гражданином с садистскими замашками, если бы не Первая мировая война и последовавшая за этим мобилизация. В 1914 году миллионы мужчин услышали впервые это слово. В центре Петербурга в жаркие июльские дни могло показаться, что воодушевлённая нация готова в едином порыве с радостью исполнить свой долг перед императором и родиной. На центральных улицах и площадях гремели манифестации с царскими портретами, крестами и патриотическими транспарантами «Победа России и славянству». На местах, однако, весть о начале войны и призыве запасных встречали без особого энтузиазма. Иван Кузнецов также встретил эту новость без всякого энтузиазма, но всё же отправился на сборный пункт, где в первый же день принял участие в массовой попойке. На следующее утро, уличив момент, Иван сбегает из пункта, уговорив на побег ещё нескольких человек. С этого момента и он, как его отец и брат, становится внезаконно. Во время своего побега дезертиры похитили военную форму, причём делалось это спонтанно, без какого-либо умысла. Вещевые мешки складывали всё, что плохо лежало. Единственное, что действительно было необходимо, это продукты. Но чтобы их похитить, надо было забраться на продуктовый склад, который охранялся настоящими военными. На такое дезертиры не решились, и покинули сборный пункт глубокой ночью без припасов еды. Возвращаться домой Кузнецов не мог, поэтому вместе с шестью новыми товарищами, последовавшими за ним, решает скрыться в деревне под Петроградом, в которой у одного из его новых спутников жила родственница. Как уверял парень, искать их там никто не будет. Пройдя какое-то расстояние под покровом ночи, дезертиры с рассветом укрылись лесной чаще. Когда вновь стемнело, снова вышли на дорогу. Именно во время этого пути они и совершили своё первое преступление. К вечеру второго дня многие проголодались. Поэтому решение ограбить торговую лавку на окраине Петрограда с целью восполнить продуктовый запас приняли единодушно. Это первое ограбление произошло без убийств. Иван Кузнецов, самый крепкий из компании, зашёл в бокалейную лавку уже перед самым её закрытием. Внутри находилось двое мужчин, продавец и сторож. Кузнецов, подойдя к витрине, неожиданно через неё перепрыгнул и двумя ударами свалил мужчин на пол, после чего в помещение забежали его подельники и стали набивать имевшиеся у них мешки продуктами. Затем отыскали и тайник, где находился алкоголь, торговля которым была прекращена после объявления мобилизации. После ограбления Иван ещё раз крепко приложил работников бокалеи по голове. Убивать чугун ещё не решался. После удачного налёта преступники прошли несколько километров и, увидев посёлок, залезли в сарай, где начали распивать спиртное. При этом двое из них, когда все уснули, забрали продукты и скрылись от своих вчерашних подельников. Уже ранним утром в сарай нагрянули сотрудники полиции. Навёл на них хозяин сарая, который видел, как к нему залезли незваные гости. Мужчина несколько часов шёл пешком до участка, чтобы сообщить об этом в отделении. Полицейские на радость преступников искали не участников вчерашнего ограбления, а просто проверяли заявление гражданина. Так как документов у мужчин не оказалось, а на вопрос, почему они залезли в сарай, никто не мог дать внятного ответа, их решили доставить в отдел для выяснения личностей. Боясь, что в итоге всплывёт случай со вчерашним ограблением, Кузнецов честно признался, что они совершили побег из пункта сбора мобилизованных. Дезертиров вернули на место базирования и вместо срока заключения Кузнецов был направлен в штрафную часть. Однако на войне он всё-таки надолго не задержался. В очередной раз совершив побег, направился в родной Петроград. Когда именно он объявился в городе, неизвестно, но из архивных данных следует, что уже в 1917 году Иван Кузнецов создал в городе банду, став её главарём, которого в преступных кругах знали под прозвищем Чугун, который он получил за крепкое телосложение и силу. Как говорили, он руками мог согнуть подкову. Банда состояла как из уголовников, так и дезертиров, которые вместе с Чугуном бежали с войны. Если верить архивным сведениям, численность бандитской группы в разное время варьировалась от 60 до 120 человек, это включая наводчиков и сбытчиков краденого. Начинали бандиты с налётов на торговые павильоны, при этом использовали оружие, которое Кузнецов и другие дезертиры прихватили из своих частей. В то время в Петрограде уже орудовало большое количество налётчиков, и банда Кузнецова особо на их фоне не выделялась. Забегали в магазины, угрожали оружием и забирали у посетителей ценности и деньги. Всё изменилось после того, когда к банде присоединился местный уголовник Владимир Гужбан и двое его подельников, все находящиеся в розыске. Гужбан, пока Кузнецов ещё только работал на скотобойне, уже имел большой уголовный опыт. Он входил в одну из петроградских банд, которая грабила и убивала, не оставляя свидетелей. Сам Владимир также принимал участие в убийствах. К 1917 году бандиты настолько уверовали в свою безнаказанность, что когда одного из их подельников арестовали, они через председателя морской следственной комиссии Сафронова добились прекращения уголовного дела. В итоге человека выпустили на свободу, а вскоре случай про взятку Сафронову стал известен чрезвычайной комиссией, созданной Временным правительством. Сначала был арестован Гужбан, который передавал денежные средства председателю, а затем силовики задержали самого Сафронова с его подчинёнными. Гужбан, рецидивист со стажем, смог сбежать, когда его вели на очередной допрос. А вот Сафронов и его люди, впервые оказавшиеся под следствием, да ещё и с обвинением в таком серьёзном преступлении, были настолько подавлены, что ни о каком побеге не думали и даже согласились со всем, что им инкриминировали, несмотря на то, что главный свидетель и взяткодатель сбежал. В итоге вся морская следственная комиссия во главе с её председателем была расстреляна. В это время Владимир Гужбан, благодаря своим связям, смог оформить себе подложные документы на имя Богданова, а также обзавестись липовым удостоверением сотрудника уголовного розыска. В этом ему помогал начальник 4-го участка милиции Пивоваров, который покрывал деятельность банды, являясь наводчиком и, как бы сейчас сказали, крышей. Когда главарь банды при очередном полицейском рейде был убит, Гужбан пытался сам возглавить оставшихся бандитов. Но за ним пошло только двое подельников, остальные предпочли другие главарей. В итоге, совершив один налёт и чуть не угодив в руки правоохранителей, Владимир решает, что необходимо присоединиться к более крупной банде. Возвращаться к своим было для него ниже достоинства. Поэтому, поразмыслив с подельниками, они обращаются к чугуну, банда которого на тот момент, как уже сказал, ничем не выделялась от многочисленных банд Петрограда. Гужбан рассказал главарю, что у него достаточно связей в правоохранительных органах. Что сам начальник 4-го участка милиции даёт ему наводки на богатых горожан и, в случае чего, помогает избежать милицейских облав. Чугун, который даже мечтать не мог о таком покровительстве, соглашается принять Гужбана и его людей к себе. С этого момента банда чугуна разнообразила грабежи. Теперь налёты совершались не только на лавке, но и на дома и квартиры людей. Когда после серии ограблений милиция стала прочесывать один притон за другим в поисках преступников, пивоваров со своим подчинённым Агафоновым укрыли бандитов на дачах, где в дальнейшем угоут отсиживаться активные участники банды по несколько месяцев, отсюда выезжая на очередные преступления. Кстати, на дачах совершались убийства членов банды, которых подозревали в крысятничестве. Дело в том, что наводок на богатых граждан было много, и бандиты, разделившись на группы, орудовали одновременно в разных районах города. Когда собирались затем на дачи и подсчитывали награбленные, чугун часто был недоволен, что другие принесли мало, что по его сведениям у жертвы было намного больше ценностей и денег. В конечном итоге старшие таких групп обвинялись в течениях у своих же. Никакие доводы и оправдания не действовали, и некоторых участников подозреваемых течениях расстреливали. Нескольких человек при этом, которые начинали кричать, пытаясь возмутиться такому положению, Кузнецов задушил своими руками. Страх перед ним и так был очень большой, а после таких акций бандиты и вовсе трепетали перед своим главарем и готовы были выполнить любые его приказы. Между тем грабежи были поставлены на поток. Гужбан и его товарищи угнали бортовой грузовика. Милиционер пивоваров снабдил бандитов военной формой. Теперь вооруженные уголовники, переодетые военных, приезжали на грузовике к дому, заходили в намеченную квартиру или магазин, загоняли всех присутствующих в одну комнату и, забрав деньги и ценности, исчезали. При малейшем сопротивлении бандиты открывали стрельбу и убивали непокорных. С этого момента банда чугуна и стала заметно отличаться от других. Сыщики сразу отличали ее почерк. При каждом ограблении бандиты оставляли трупы. Причем жертвы были не только застрелены, но и зачастую убиты голыми руками. Кто-то был задушен, другие получали мощные удары по голове, в результате которых умирали. Как правильно считали эксперты, удары наносились кулаком. Удушения также производились голыми руками. Милиционеры стали искать среди своей агентуры информацию про налетчика, который имеет огромную физическую силу и крупное телосложение. Но все было тщетно до тех пор, пока ценности, которые бандиты взяли во время очередного налета на квартиру, не были найдены милиционерами у скупчика краденого. Сыщики знали, что украшения принадлежали богатой семье, глава которой подвергся налету и был задушен все так же мощными руками. Сразу же обозначился и человек, продавший ювелирное украшение скупчику. Продавца задержали. На допросах тот признался, что получил драгоценность у своего знакомого, который работает с неким чугуном, довольно известным в определенных кругах преступником. Так милиции стало известно о существовании банды чугуна. Но никаких других сведений об участниках преступного формирования выяснить не удалось, так как бандиты не говорили друг другу даже своих фамилий. Поэтому напасть на след главаря или на его ближайших соратников не удавалось. Кто именно этот чугун, милиционеры не знали. А учитывая то, что появлялся он в городе только в момент совершения преступления и жил в это короткое время на конспиративных квартирах, вовсе осложняло поиск. Между тем, преступления банды только увеличивались. К середине 1919 года они совершили более 20 убийств. Во время ограбления квартиры по улице Декабристов Иван Кузнецов и его трое подельников держали подулом пистолетов хозяйку жилища. После того, как ценности перекочевали в руки бандитов, чугун неожиданно схватил женщину за горло и начал душить, требуя, чтобы она показала тайник, который, по его информации, находился в квартире. Однако бандит перестарался. Как затем говорили подельники следователю, шея хрустнула, женщина обмякла в руках чугуна. Но это его нисколько не расстроило. Расстроил только факт того, что про тайник она сказать не успела. В следующий раз Кузнецов несколькими ударами в голову расправился с хозяином очередной ограбленной квартиры, который, по его словам, был довольно подозрительным. В чём именно проявлялась подозрительность жертвы ограбления, он не уточнял. Самый шумный налёт, при котором присутствовал чугун, состоялся у Народного банка. Вооружённые бандиты подъехали к банку на двух легковых автомобилях, которыми их снабдили милиционеры Агафонов и Пивоваров. По информации Пивоварова, в этот день в банк должны были прийти с большими деньгами артельщики. Их Кузнецов и должен был ограбить. Прямо среди бела дня бандиты напали на восьмерых мужчин. Правда, те оказались не робкого десятка и бросились в драку. Кузнецов, вырубив одного, решил не испытывать судьбу и достал пистолет. Его примеру тут же последовали и подельники. Раздались выстрелы. Итогом этой бойни стало несколько убитых и несколько раненых, а бандиты, забрав деньги, скрылись на автомобилях. Деньги, которые проходили через главаря банды, были огромными. Только в общаке, который хранился в доме номер 6 по Троицкому переулку, особо ценностей не прибавлялось. Кузнецов распределял деньги между членами банды, а оставшиеся, что должно было составлять так называемый общак, тратил на выпивку и на женщин, надаривая их дорогими подарками. Это обстоятельство совсем не нравилось его приближенным, но высказываться вслух никто не решался. Владимир Гужбан в конце 1919 года получил информацию, что доктор Аницканский, проживающий на улице Знаменской, занимается антиквариатом. По словам его источника, в своем жилище Аницканский организовал скупку раритетных вещей. Как известно, после Февральской революции торговля антиквариатом в Петрограде переживала настоящий бум. Антиквариатом торговали все, дворяне распродавали семейные реликвии и покидали страну. Революционеры, комиссары и воры сбывали награбленные в царских дворцах, а иностранцы с удовольствием, часто за бесценок, скупали антиквариат. Тем же самым занимался и упомянутый доктор. Причем информация о нем пришла к Гужбану не от Пивоварова, как это часто бывало при наводках на квартиры граждан, а через знакомого, который как раз был вхож в квартиру Аницканского. Гужбан информацией поделился с чугуном, и тот дал добро на налет. Гужбан, взяв с собой троих человек, отправился на Знаменскую, постучал условным стуком в квартиру и, когда доктор открыл дверь, втолкнул его внутрь. Бандиты зашли в жилище и принялись за работу. Набив два мешка различными ценностями, налетчики спустились вниз, где их ожидал автомобиль. Все награбленное было доставлено к чугуну. Вместе они почитали количество ценных предметов и денег и устроили попойку. На беду Гужбана доктор уже на следующий день жаловался в кругу антикварщиков, что бандиты ограбили его, вынеся три мешка с антиквариатом. Эта информация быстро дошла до Кузнецова, которому Гужбан привез не три, а два мешка. Чугун, к этому времени уже подозревавший каждого в хищениях у него, просто был избешен. Разбираться в ситуации он явно не захотел, сказав, что Гужбан теперь приговорен. Владимира под надуманным предлогом заманили на квартиру члена банды по прозвищу Федька Татарин в районе Измайловского проспекта. Там он и попал за подню. Зайдя в квартиру к подельнику, Гужбан был сбит с ног и избит тремя своими соратниками. Чуть позже появился и Кузнецов, который начал говорить, что не ожидал от него такой подлянки. Гужбан пытался оправдаться, что они вынесли два мешка, а не три. Умолял расспросить соучастников налета на квартиру доктора. Однако Чугун ничего не хотел слушать. Он скомандовал, чтобы находящиеся здесь участники банды проголосовали пощадить Гужбана за крысятничество или убить. И сразу же добавил, что такой проступок достоин только смерти. И если кто-то решит проголосовать за пощаду, то скорее всего разделит с Владимиром его участь. Таким образом все высказались за смерть своего соратника. Убивать в квартире не стали. Дождавшись ночи, вывели Гужбана на улицу и пешком дошли до обводного канала, где Кузнецов достал пистолет и дал его подельникам, сказав, чтобы они по очереди выстрелили во Владимира. Гужбан еще пытался умолять о пощаде, но выстрелы оборвали его крики. Каждый из трех бандитов выстрелил в него по разу, передавая пистолет друг другу. Пули попали в голову, грудь и живот. То, что истекающий кровью и не подающий признаков жизни Владимир Гужбан был мертв, никто не сомневался. Постояв у тела еще несколько минут, убийцы ушли. А через какое-то время Гужбана обнаружили случайные прохожие и он был доставлен в больницу. Операция прошла успешно, жизнь бандита была спасена. Пока он находился без сознания, прибывшие сотрудники милиции обнаружили в кармане его брюк удостоверения сотрудника уголовного розыска на имя Владимира Богданова. Проверив эту информацию, выяснили, что никакого Богданова в уголовном розыске не работает. Поэтому милиционеры решили дождаться, когда раненый придет в себя и переговорить с ним. Через сутки Гужбан был уже в сознании. Дежуривший у его палаты милиционер при общении называл его не иначе, как Владимир Богданов. И Гужбан, понимая, что милиция считает его сотрудником угрозыска, решает подыграть. На вопросы, кто в него стрелял, он отвечал уклончиво, что вышел на след некой банды и проводил за ней слежку. Но его раскрыли и расстреляли. Милиционеры такой информации озадачились, а затем посчитали, что пациент им явно врет. Но так и не рассказали ему, что знают, что удостоверение на имя Владимира Богданова подельное. Требовалось, чтобы пациент раскрыл себя сам. И милиции пришлось провести хитрую операцию. Гужбан был положен в отдельную палату. Около него под видом сиделки была посажена сотрудница милиции. В коридор был определён санитаром милиционер Козлов. С двух сторон по бокам Гужбана на кровати были положены два опытных агента Папиалёк и Доляцинский в качестве больных. Сам начальник розыскного отделения первоплатился в доктора и стал посещать палату с Гужбаном два раза в день. Работа была выполнена блестяще. Через три или четыре дня милиционеры узнали всё, что им требовалось. Ночью, войдя в доверие Гужбана и прикинувшись преступником, великолепно говорящий на воровском жаргоне и знавший, конечно, весь преступный мир и его сплетний агент, выпытал от Гужбана всю подноготную. Тот хвастался новому знакомому, что он находящийся в розыске преступник. Удостоверение ему сделал сам начальник 4-го участка милиции пивоваров, что он работал с чугуном и как раз чугун приговорил его к смерти. Говорил, что собирается отлежаться и отомстить. Через несколько дней Гужбану сказали, что переводят его в частную больницу. Правда, перевод состоялся ночью и, к удивлению бандита, привезли его не в больницу, а в уголовный розыск, где сотрудники раскрыли перед ним все карты. В честь Гужбана надо сказать, что он не столько был огорчен своим положением, сколько восхищен работой милиционеров. Поняв, что теперь ему не отвертеться, Гужбан сдает все конспиративные квартиры и дачи, где жили члены банды, включая Ивана Кузнецова. Гужбан помог следствию разоблачить одну из самых жестоких банд того времени, но сотрудничество ему не помогло. Он будет расстрелян. Между тем, заполучив нужные адреса, милиционеры приступили к арестам. Когда в Кузнечном переулке агенты выследили чугуна и бросились его задерживать, он расстрелял все патроны из двух револьверов. Два его товарища, отстреливаясь, бежали по пожарной лестнице на чердак одного из домов и уже раненые, оставляя за собой кровавый след, все-таки ушли, несмотря на то, что удалось оцепить весь район. Впоследствии они были все-таки задержаны через несколько дней. Сам чугун был схвачен там же в переулке. Когда его привели к начальнику угрозыска, он заявил, что не ответит ни на один вопрос. Следствие по банде чугуна было тяжелым. Главарь молчал долго и упорно, просил предъявить своих сообщников. Только после этого обещал дать показания. Он выжидал, тянул время, надеясь вырваться на свободу. Бандит вынашивал план побега и при первом же удобном случае попробовал его реализовать. Как описывал затем событие начальник угрозыска, находясь у него в кабинете, чугун, улучив момент, раскидал как детей окружавших его агентов и выбросился в окно с третьего этажа. Он был схвачен, связан и так как был ранен, то весь перевязанный и забинтованный был положен на диван в кабинете. Около него остались дежурить агенты конвоир. Ночью он освободил под одеялом связанные ноги, неожиданно бросился на конвоир, отнял у него наган, выстрелил в агента и снова выбросился в то же окно третьего этажа. В этот момент к уголовному розыску подъехал автомобиль с агентами, которые везли одного из его товарищей Андрюшку Курчавого. Милиционеры открыли по чугуну стрельбу. Он отстреливался из нагана, отнятого у конвоира, лёжа на земле, не в силах подняться. Когда он расстрелял все патроны, то снова был взят. Вечером он скончался. Перед смертью ему задали последний вопрос, хочет ли он что-нибудь сказать. Он ответил, эта стена вам скажет больше, чем я. Между тем, по делу банды чугуна было задержано и осуждено 120 человек, включая наводчиков, продавцов краденого и владельцев жилищ, у которых скрывались бандиты. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем ставить палец вверх и подписываться на этот канал, на телеграм и оформить подписку на наш канал на видзоне, благодаря чему мы сможем и дальше делать для вас сюжеты. На видзоне будет не вошедшее на ютубе. На сегодня всё, пока. mzk1.ru Подписывайся и держи руку на пульсе.